Здравствуйте, уважаемые друзья! В защиту трудовых прав граждан взыскано судебными приставами порядка 57 миллионов рублей, а на содержание несовершеннолетних детей взыскано более 369 миллионов. Огромные суммы. Получится ли удерживать такую планку? Это социально значимая у вас работа в нынешнем и простом 22 году. В любом случае задачи, которые перед нами стоят, в том числе и о тех социальных вопросах, которые вы сейчас озвучили, они перед нами стоят, и службы судебных приставов, и сотрудники управления. Мы сделаем максимально все для того, чтобы исполнить те судебные решения, которые у нас будут находиться на исполнении. 1 февраля вступили в силу поправки в закон об исполнительном производстве. Что это за поправки, как они учитывают реалии сегодняшнего дня? Хочу сказать, что эта законодательная инициатива, она в первую очередь устанавливает определенный баланс интересов между взыскателем и должником. Конечно же, все понимают, что должник имеет свои обязательства, но жизнь идет, и он должен удовлетворять в том числе и свои жизненные потребности. Так вот, как раз таки с 1 февраля вступил в силу 234 федеральный закон об оставлении у должника прожиточного минимума. Что это означает? Что должник по исполнительному производству имеет право к нам обратиться с соответствующим заявлением, приложив документы, подтверждающие его доход. Повторюсь, что документы обязательно официального трудоустройства, то есть справка 2 НДФЛ, которая подтверждает его доход. А также сведения, реквизиты, счета, на которые поступает эта заработная плата. Все эти документы будут рассмотрены, также необходимо указать, к какой категории группа населения относится, для того чтобы определить тот прожиточный минимум, на который мы должны ориентироваться. И в этом случае судебным приставным исполнителям будет вынесено соответствующее постановление, и гарантированно при удержаниях этот прожиточный минимум будет оставаться у должника. Потому что ему же тоже как-то, его семьи тоже как-то начисловатся. Относительно положения, о котором мы говорили, вернее мы его анонсировали в конце года, вот эти вот самые должники-двойники, когда один человек чист перед законом, другой злостный должник, но почему-то удерживает с того, кто ничего не задолжил. Да, эта проблема возникала как раз-таки из-за совпадения фамилий, имен, отчеств и дат рождений. Но на сегодняшний день законодательно внесены обязательные требования к исполнительному документу в части идентификаторов, указывающихся относительно должника. Что это такое? Это СНИЛС, это ИНН, это паспортные данные и номер водительского удостоверения. Ну да, здесь уже не перепутали. Да, то есть это те документы, которые имеют индивидуальность, да, и в любом случае они совпадать не могут. Ну только если произойдет какой-то технический там сбой. Так вот, на сегодняшний день судебный пристав исполнитель имеет право отказать в возбуждении исполнительного производства, если в исполнительном документе предъявленном нет одного из этих идентификаторов. Чтобы не было путаницы. Конечно. То есть, конечно же, мы понимаем, что может быть, да, какое-то время, то есть те исполнительные документы, которые возбуждались ранее, да, по ним еще может возникнуть какая-то проблема, но вновь возбужденное исполнительное производство уже данные проблемы не могут, не может появиться. Ну это было бы очень хорошо, да. Давайте мы поговорим о телефонном сервисе, да, как люди, опять же-таки, могут звонить, куда звонить и каким вопросом обращаться. Да. Значит, у нас действует группа телефонного обслуживания с 9 до 18 часов, телефончик 77-90-69. Тематика вопросов, которые могут задаваться по этим телефонам, абсолютно любая. То есть, это может быть и конкретное исполнительное производство, это может быть консультация. Если оператор не может, вот, исходя из вопроса, разрешить эту ситуацию во время звонка, то обязательно этот вопрос будет адресован тому судебному приставу исполнительному, который ведет исполнительное производство. И обязательно получит обратную связь, да, узнав, насколько разрешилась эта ситуация, потому что обязательно с гражданином свяжутся. Ну, мы видим, насколько востребован на сегодняшний день этот сервис, потому что звонков поступает с каждым днем все больше, да, но, как я уже сказала, тематика абсолютно разная. Давайте еще напомним нашим землякам, где можно узнать о своих задолженностях. Кажется, тема избитая, но тем не менее надо постоянно повторить. Да, ну, можно, да, еще раз повторить. Ну, самое простое, это банк данных исполнительных производств. В интернете набираете по фамилии, имени, отчеству и дате рождения, ищите себя. Не находите, значит, все хорошо, если по запросу ничего не найдено. Если какая-либо информация появляется, вы ее изучите обязательно внимательно и увидите, с кем можно связаться и судебных приставов, да, для того, чтобы понять, ну, что дальше делать. Также он, этот сервис имеет и возможность оплатить сразу этот долг. Мобильные устройства, приложение абсолютно бесплатно, скачиваете приложение, подписываетесь, пушап-уведомление. Ну, и более современный способ, да, это, естественно, личный кабинет на госуслугах. Если он у вас есть, если будет возбуждено исполнительное производство, если вы подписаны на уведомление в личном кабинете госуслуг, то вы получите уведомление о возбужденном исполнительном производстве на госуслуге. Кроме того, госуслуги позволяют еще и направить какое-либо заявление, исходя из жизненной ситуации, в наше ведомство, также в режиме онлайн и также получить ответ в режиме онлайн. Также можно получить и госуслугу, просто о наличии исполнительного производства, либо его отсутствии. Как служба судебных приставов, у вас безумное количество обязанностей, что называется, поворачивается лицом к реалиям сегодняшнего дня. Я знаю, что у вас появились задачи перед вами вернуть людям, вернее, обеспечить людей необходимыми лекарствами, квартиры. То, что необходимо людям сегодня. Да, судебные решения у нас имеются такие, и о предоставлении лекарственных препаратов. В основном, конечно же, это детям. И значительно увеличилось количество судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам. И также предоставление жилья иным категориям граждан. Эти судебные решения все находятся в межрайонном отделении, по особо важным исполнительным производствам, и постоянно контролируются управлением. Поэтому по всем этим судебным решениям мы работаем сразу же с правительством Тверской области. Это и Минздрав, и Минсоцзащита. Поэтому выработаны определенные на сегодняшний день планы по исполнению судебных решений. Я думаю, что даже несмотря на ситуацию, в любом случае судебные решения будут исполняться. Как можно записаться лично к вам? Ко мне на прием можно записаться по телефончику 55-92-46. Принимаю я по четвергам с 14 до 18 часов. Но тем не менее, если какой-то экстренный вопрос, вы можете ее доподвинуть? Да, если возникает проблема, обязательно эту ситуацию нужно описать должностному лицу, который принимает звонки, либо в моей приемной, и я обязательно приму человека в другое время. Ваше пожелание в это нелегкое для всех нас время землякам? Ну, если возникает какая-то тяжелая жизненная ситуация, лучше, конечно же, не копить, не накапливать долги, а лучше разрешить их теми законными способами, которые на сегодняшний день нам позволяют действовать в законодательстве. Спасибо вам огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была Надежда Геннадьевна Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Спасибо вам. Будьте здоровы. Спасибо вам. До свидания.